Чем и как будут кормить магнитогорских школьников в новом учебном году? В преддверии Дня знаний представители муниципального предприятия Горторг провели пресс-конференцию, в ходе которой не только рассказали журналистам об организации школьного питания, но и предложили продегустировать напитки и выпечку из будущего школьного меню. Рассказывает Юлия Негифрова. Муниципальное предприятие Горторг вот уже в течение 20 лет является главным кормильцем и организатором питания в магнитогорских школах и детских садах. К чести специалистов предприятия, в течение этого времени ни отравлений в школьных столовых, ни вспышек кишечных инфекций или других неприятностей, связанных с питанием детей в образовательных учреждениях, в нашем городе не регистрировалось. Все продукты, поступающие на склады предприятия, подвергаются серьезнейшей товароведческой экспертизе. Постоянный контроль за их качеством – главное правило и девиз работы Горторга. У нас с лабораториями заключены договора на экспертизу лабораторную с двумя лабораториями в городе, в нашем, которые есть, в Челябинске две лаборатории и в Екатеринбурге. И мы сдаем вот за шесть месяцев 93 лабораторных исследования продуктов различных, мы сдавали на анализ лабораторных. И если что-то не соответствует, мы сразу возвращаем поставщику на замен. Родители могут быть уверены – в образовательных учреждениях их чат кормят правильно. Меню разрабатывается с учетом потребностей детей разного возраста в килокалориях. Действует 10-дневное меню – мясной день, молочный, рыбный и так далее. Одно и то же блюдо, согласно действующим требованиям, не должно и не повторяется в течение двух-трех дней. Холодные напитки витаминизируются. На пресс-конференции специалисты Горторга продемонстрировали напитки из школьного меню. Самый витаминный из них – золотой шар. Он полностью витаминизирован витамином С и всеми группами ПП, В и витаминами, и минералами. Второй напиток – это шиповник. Он приготовляется из сухого шиповника, настаивается. Он не витаминизируется, потому что шиповник сам богат витамином С. И курага – напиток из, компот из кураги. Мы его витаминизируем дополнительно еще витамином С, чтобы в зимний период ребенок получал витамин С. Согласно статистике, в Магнитогорске горячим питанием охвачено 85% школьников. Дети, имеющие проблемы со здоровьем, а также ученики из малообеспеченных семей, питаются бесплатно. Каждый год, учебный год, мы начинаем именно с этого. То есть мы определяем, кто из детей претендует на это льготное питание и предоставляем ему. За один год только на эту льготу бюджет города тратит 60 миллионов рублей. Главная проблема, с которой сталкиваются взрослые при организации питания в школах – это отсутствие у современных детей навыков правильного питания. Дети предпочитают супам и кашам, еду в сухомятку, фастфуд. Руководство Гарторга обращается к родителям с просьбой обучать своих детей питаться правильно. Ведь это основа поддержания здоровья растущего организма. Юлия Никифорова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВМ.